Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует телепередача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить простыми словами о нашей православной вере. Закончилась первая неделя поста. Эта неделя в богослужебной практике называется «Неделя торжества православия», когда в воскресный день по окончании литургии служится еще, кроме всего прочего, особый чин торжества православия. Вот сегодня о торжествующей церкви, о святости мы поговорим с нашим экспертом, приглашенным гостем, священником, настоятелем Казанского храма, отцом Андреем Зуо. Здравствуйте, батюшка! Батюшка, торжество православия, прежде чем, вернее, перейти к некоторым частностям разговора о святости, о лже-святости, о псевдо-святости, о подлинной святости церкви торжествующей, все-таки, наверное, важно для наших зрителей пояснить, что же за праздник-то такое торжество православия. Над чем торжествует православие? Над врагами? Над миром? Над чем? Вы знаете, что с самого начала церкви начали возникать нестроение. Появлялись секты, арианство, нестарианство и так далее, тому подобное. Дошло до того, что появилось даже иконоборчество. Но, несмотря на все эти нестроения, которые появлялись, церковь всегда собирала собор, собирались люди, архиереи, священнослужители, просто прихожане знаменитые и богословы со всего мира. Поэтому соборы назывались вселенские. Для того, чтобы разрешить тот или иной вопрос. И вот в 846 году императрица Константинопольская Феодора, она собрала собор для того, чтобы восстановить иконопочитание. И там, на этом соборе вспомнили как раз всю, наверное, историю борьбы с различными ересями и какими-то нестроениями. Таким образом, поставив точку, и вот до сего дня, спустя уже более тысячи лет, поставили точку для того, чтобы обознать, что какие бы к нам ни приходили внешние раздражители, какие бы секты ни возникали, всегда у нас, мы единым разумом православие всегда остается, есть и будет всегда до скончания века. В чистом вероисповедании, в чистом своем, в то первозданном виде, которое Христос нам вот передал. И этот праздник закрепляет нашу чистоту православия, этот праздник закрепляет нашу правоту, потому что в современном мире очень много у нас различных каких-то непонятных движений, непонятных мнений возникает по поводу христианской веры. И мы празднуем действительно, что две тысячи лет мы, несмотря ни на что, мы сохранили чистоту той веры, которую передал нам Христос. Ну, а с другой стороны, не является ли это неким таким, условно говоря, назовем, атовизмом? То есть Вселенский Собор последний был в IX веке, то есть уже столько веков прошло. Мысли даже не возникает о том, чтобы назвать Христа не Богом, а всего лишь человеком, Богородицу всего лишь человека Родицей. Вот для современных христиан, для христиан XXI века, которые эту неделю первую закончили, еще о чем-то может сказать торжество православия? Ну, то есть что-то на этой неделе ведь очень важное произошло для того, чтобы какую-то такую финальную точку первой недели поставить как некое торжество, торжество православия. Ну, секта, возникновение, нестроение, они из различных мнений, сектанских движений, оно и не прекратилось. Оно сохраняется до сего дня. У нас и в Самаре очень много различных течений, так называемых там христиан, да, каких-то церквей христианских. И в том торжестве православия, которое мы сейчас совершаем, там употребляют уже и новые, и даже, знаете, политические, такие деятели, которые вносили в смуту не только в церковь, но и в государство. Есть там два человека, ну, Лжедмитрий там, да, вот, который и возникал. Это актуально и сейчас. Сейчас церковь тоже борется. Сейчас церковь также противодействует тем мнениям, лжемнением, которые возникают в нашей церкви. Поэтому актуальность, она и была, и была противодействие, и будет, я думаю, что возникает, потому что дьявол также существует, также до скончания веков он будет пытаться разделять церковь, пытаться ее как-то дробить на различные группы, мы знаем, разделяя и властвуй, поэтому он будет этим заниматься. И всю жизнь церковь до скончания века будет бороться за свое единство, за свои христиан. Ну, я вот задавая такой несколько провокационный вопрос, еще и, кроме всего прочего, пытался коснуться вот этого аспекта, того, что помимо Вселенской Православной Церкви, есть в принципе понятие православия, да, то есть правильного славления Господа Бога. И вот первая неделя — это неделя напряженного покаяния, поэтому, мне кажется, вот в том числе можно сказать о том, что и первая неделя, неделя, которую мы называем торжеством православия, это торжество правильного славления Бога, славления в своем покаянии, в смирении, в общей исповеди, когда, опять-таки, вот как вы правильно сказали, одна из фундаментальнейших характеристик Церкви — это ее единство. Так вот, единение в общем покаянии, когда, скажем, в пятницу на первой седмице все прихожане, то есть все члены приходской семьи каются, исповедуются, а потом причащаются, едины во Христе. Это тоже своего рода торжество православия, такое локальное, приходское. Ну вот мы уже с вами коснулись вопроса о том, что есть Церковь торжествующая. Напомню нашим телезрителям, что в православном богословии, в восточном богословии есть разделение Церкви на Церковь воинствующую, Церковь торжествующую. К воинствующей Церкви относимся все мы, пока еще живущие на этой земле, к торжествующей Церкви относятся все те, кого мы называем святыми. Вот об этой торжествующей Церкви я бы и хотел особо поговорить сегодня, дорогой отец Андрей. И все-таки великую планку нам Господь поставил. Он нам сказал не просто проживите здесь как-нибудь, будьте неплохими людьми, отличными гражданами Отечества земного, а Он нам сказал, будьте совершенны, как совершенен Отец Вашний Ебестный. Вот если коснуться феномена святости, в чем вообще заключается этот феномен? То есть кто такой святой? Ну, прежде хотелось сказать, что у нас есть такой процесс, да, когда мы на соборе архиереев, людей, священнослужителей прославляем того или иного святого. С одной стороны, нужно напомнить, что это не является критерием святости. Мы не говорим, что вот сейчас вот человек не был святым, сейчас мы собрались, провозгласили, да, сказали, все, теперь он святой, вдруг стал свят. А тех, кого мы не знаем, они вдруг не святы, не святы. Конечно же, нет. Многих святых мы знать не знаем, многие мученики, которых где-нибудь сожгли, и сейчас вот каждый, если не ошибаюсь, каждый час в Сирии, в Ливии появляется мученик. Мы всех не знаем и никогда не узнаем. Церковь прославляет некоторых святых для почитания их жизни, для подражания их примеру, потому что и Господь решил прославить для людей. Кто-то остается в тайне, а кого-то Господь поставил, чтобы мы могли знать о них, им подражать. Они были нашими друзьями, к которым мы могли обращаться, для того, чтобы они за нас молились. Также Церковь разделяет по, наверное, образу святости. Есть у нас мученики, есть преподобные. Нужно понимать, что все они, наверное, нельзя сказать, что обладают какой-то некоторой степенью святости, но все же, почему нам даны особые святые? Потому что Господь их выделил, они готовы за нас молиться. Они предстатели перед Богом. Каких-то святых Господь нам не открывает. Степень святости определяется также не нами, все-таки определяется Господом. А для нас, для понимания людей, для знания людей, мы выбираем только некоторых святых. А есть, конечно, попытки лжесвятости. Наверное, об этом тоже нужно сказать. В современное время у нас появляется такие движения о том, чтобы прославить Сталина, прославить Ивана Грозного. Ну, здесь можно одним словом сказать, что действительно это дьявол опять есть. Дьявол пытается разделить Церковь, внести свою опять смуту. О чем мы говорим, что торжество православии вновь обычно торжествует всегда. И на соборах те люди, которых выдвигают якобы святыми, мы собором постанавливаем, что тот или иной человек не может быть там святым по определенным критериям его жизни. А каковы критерии? Ну, для того, сначала, конечно, дается время. Ну, просто чтобы понять зрителям, да, почему Сталин. Во-первых, дается время, 50 лет, да, на то, чтобы посмотреть на какие-то факты из его жизни. Что-то может открыться. У нас есть архивы многих мучеников. Действительно, открыть, посмотреть, был ли он мучеником, был ли он святым. Может быть, это какой-то там подлог возник. Поэтому берется время на то, чтобы изучить. К критериям святости относится почитание людей. То есть, например, общее. Почитание не просто одного, двух, трех, а почитание всей церкви. Или хотя бы епархии, какой-то одной епархии, где этот святой прославился. Ну, я не знаю, например, о Сталине вряд ли у нас все мечтают о том, чтобы он был святой. Я думаю, что большинство, наоборот, настроены. Да, у многих дедушки, прадедушки, прабабушки и бабушки пострадали. Да, вот в моей семье, наверное, в вашей семье есть рассказы о том, что, к примеру, моя бабушка, она была одна из 12 детей. Было 12 детей, их осталось трое за год. За год 9 детей умерло, потому что раскулачили. Ее папу посадили в тюрьму, а их в подвал за год 9 детей умерло. Я думаю, что человек, создавший такие условия, создавший такие погубившие миллионы жизней, вряд ли может быть святым. Мы не знаем, конечно, о степени его покаяния в конце жизни. Может быть, он раскаялся, не значит, что он святой. Раскаялся, что-то еще, что-то, но мы не знаем. Но по жизни, по фактам жизни, можем судить, что никакой святости в нем близко не было. Дочка, простите, вот известен факт, например, не знаю, читали ли вы что-то по этому поводу, что он встречался с Блаженной Матроной. От Блаженного Матрону. И даже вот некоторые пишут икону. Знаете, он был семинаристом. Есть воспоминания Патриарха Алексея о том, как он приходил к нему на поклон, можно так сказать. Большинство архиереев и священников находились в тюрьме, и Сталин его пригласил. Был такой разговор о том, что вот война началась, нужно поднимать церковь, нужно дух народа поднимать, нужны пастыри, где ваши кадры. Ну и Патриарх, тогда митрополит, ответил ему, знаете, мы куем-куем кадры, они становятся фердмальшами Советского Союза, намекая на Сталина. Ну, он так подобрел по воспоминаниям, уже всех людей распустил, остался наедине, поговорил, как по воспоминаниям донес посох, он был и под дьяконом когда-то, донес посох Патриарха до машины. Вряд ли он, конечно, благословился, потому что, возможно, какие-то движения у человека в душе есть, но это не говорит о святости. Поэтому встреча с блаженной Матроной, конечно, это возможность пробуждения совести. У человека всегда совесть, она все равно существует, как бы она ни была там сожженной, есть степени различные. Ну, совесть, она всегда говорит, и каждая душа по своей сути христианка, какой бы грешник человека ни был, какие бы дела ни творил, она все-таки пробуждается периодически. И его встреча с блаженной Матроной, возможно, попытка его совести пробудить ему христианский разум. Ну, и в этой связи, наверное, тогда было бы логично сказать, что святого от несвятого отличает, как говорил Серафим Саровский, только решимость жить. Потому что иногда бывает, да, какое-то пробуждение покаянное. Тот же Сталин, может быть, он действительно какие-то настроения подобного рода переживал. Но встреча с патриархом Тихоном прошла, и Сталин вернулся в свой кабинет. И Тихон был расстрелян к тому моменту. Да, прошу прощения, да, с Алексеем Первым. Сталин вернулся в свой кабинет и продолжил свое существование, прежнюю жизнь. Да, мы говорим о том, что есть, каково, свят человек или нет, это решает Господь. Мы говорим о том, что мы в церкви можем для общего сознания сказать, что вот это человек святой. Для этого у нас есть критерии. Я еще говорю, мы там, может быть, миллион, например, святых, но мы проставим из них десять. Потому что мы знаем точно. Мы знаем о чудесах, которые совершаются. Да, один из критериев – это чудеса, совершаемые у мощей, на могилке или просто явление святого. Совершаются чудеса, есть почитание людей. И мы говорим, вот действительно, Господь этого человека прославил. Я помню одного святого в Нижнем Новгороде. До основателя Печорского монастыря Господь так открыл его мощи. Был оползень, там сошла часть стены, и где был он похоронен, мощи открылись. Они увидели, что они нетленные. Хотя там прошло уже 500 лет к тому моменту. Так вот, Господь прославляет святого тогда, когда нужно, кого нужно, кого полезно для людей прославить. Часто для того, чтобы поддержать людей, чудотворцев, известных Николая Чудотворца. По его жизни сейчас он не просто прославил его у людей, да, христиан. Ну, он его прославил во всем мире. Его почитают мусульмане. Его почитает неверующий православный христиан в виде Деда Мороза или в виде Санта-Клауса, святого Николая. Это почитание прославил Господь для того, чтобы люди, может быть, даже неверующих и незнающих, или даже мусульман, пробудить христианские чувства. Господь для чего-то нам кого-то конкретного человека прославляет. А мы общим разумом можем только установить критерии, благодаря которым можем отсечь лже-святых. Лже-святых. А вот во всем вашем повествовании сквозила мысль о том, что, в принципе, святость – это звание посмертное. Не обязательно. Конечно. Вы сами сказали, что Афин Саровский говорит, что нужна решимость. Он говорил как раз о внутренней святости, когда человек сам для себя решает, что он будет христианином, что он все ради Бога, ради Христа будет жить, живет. И возникает святость – это состояние человека. Оно здесь еще у нас возникает, у человека. Мы только константируем, в церкви константируют факт, что вот этот человек, он прославлен делами, он прославлен жизнью, чудесами, почитанием народа. А сам человек… Канонизировать же его не могут до смерти. До смерти нет. Я секретерий 50 лет минимум, для того, чтобы прошло время, чтобы мы могли с вами как-то оценить его. Ну, многие святых почитали уже при жизни. Даже с Афин Саровский, который светился во время разговора, во время молитвы. Сергий Радонежский, который, как мы читаем в Акафисте, как в огне стоял перед престолом. Многие их почитали уже при жизни. Конечно, сами они этого почитания никогда не принимали. Естественно, да. Вот поэтому святость – это состояние человека, в котором он скончался, предстал пред Богом, телом остался здесь с нами, а мы через какое-то время по воле Божьей того или иного святого можем взять себе в друзья. Вот так можно сказать. Да, действительно, этот человек нами любим, нами он прославленный, мы его почитаем за его жизнь, за его святость, его чудеса. Его взять себе в друзья и молиться, и дружить, так сказать. А вот это так по-простому. А всех многих святых мы, конечно же, не можем почитать, всех составляют специальные списки. И у нас цели такой нет, конечно. А вот очень часто есть так называемое примитивное богословие, вот, или такое народное благочестие, в кавычках благочестие, к сожалению, часто приходится ставить в данной связке. Когда, например, каким-то конкретным святым молятся в каких-то конкретных... И так и спрашивают, приходя в храм, какому святому молиться, какой иконе поклониться. Вот нет ли здесь какого-то такого языческого аспекта, когда мы почитаем даже не столько святого, и даже не того, кто на иконе написан, сколько вот именно саму икону. Или вот как это противоречие разрешить? Вроде бы да. Например, тот же, ну, Сергий Радонежский, крайне почитаемый святой у нас на Руси, и все знают, что к нему надо обращаться в просьбах, там, обучения, да. То, что если вдруг учение не дается отрокам, то вот надо к нему бежать молиться. А в других случаях к нему нельзя обращаться? Вот как мы ответим на этот вопрос? Ну, грань, действительно, здесь немножечко такая, она такая маленькая грань, узенькая, через которую может удалить сюда перешагнуть. Мы действительно, как я говорю, почитаем святых за их жизнь. Жизнь они прославились тем или иным образом, там, дел своих каких-то. Ну, Великомучий Пантелеймон был врачом. Мы обращаем, мы знаем, что он врач, мы говорим, вот ты врач, наш друг Великомучий Пантелеймон, ты знаешь, что такое болезнь, мы просим тебя исцелить от болезни. Игумен земли русской, Сергий Радонежский, да. Мы знаем историю о том, как он не мог читать, к нему, ему было, когда у него была встреча, с которой он стал учиться хорошо. Он говорит, ты же не умел раньше, плохо учился, а потом стал хорошо учиться. Помоги, нам теперь хорошо учиться. Это связано с какими-то аспектами его жизни, но молиться можем в любом случае. Наверное, сам универсант, как мы приводили, это Николай Чудотворец. Вот ему, наверное, молятся всегда во всем. Святому можно это всегда во всем, во всех нуждах. Но действительно, это благочестивые традиции почитать или молиться о какой-либо нужде, каком-то святом, потому что он ей когда-то в этой нужде был. Он с этой нуждой был связан. Но грань, когда мы православные христиане, к сожалению, переходим и начинаем, превращаемся в язычников, почитаем саму доску, а не того, кто изображен на ней. Когда мы почитаем святого и молимся, приходим, так, вот это должен помочь от этого, от этого, как оберег какой-то определенный. Вот, поэтому грань здесь, конечно, такая узенькая, вот, и поэтому, ну, надо сохранять христианский разум. Вот, если какие-то вопросы возникают, подойти к священнику, спросить, чтобы не возникали у нас, про нас православные не говорили, а, знаем этих православных, они там, почитатели, там, идолопоклонники, про нас сектанты говорят. И в каком-то смысле слова они не то, что правы, а они, видя вот это язычество, они про это и говорят. А нам стыдно, что из-за нашего неправильного поведения, из-за нашего неправильного понимания про нас так говорят, и это соблазняет людей, и люди уходят из церкви. Мы должны все-таки быть более разумными, аккуратными в своих словах и действиях. И все-таки должен быть христианский разум для того, чтобы иметь правильное почитание. Еще раз повторю, если что-то вам непонятно, вы обращайтесь к священнику. Для того, чтобы разрешить вопрос, а не занимается самодеятельностью. Батюшка, у нас осталось совсем немного времени. Мы знаем, что ваш храм скоро тоже примет в гости одного почитаемого друга. Друга. Почитаемого друга. Наших христиан, особенно женщины, Блаженной Матроны Московской. Да, вот если можно, обратитесь к зрителям, расскажите, когда будут пребывать у вас мощи в вашем храме, адрес. С благословением Владыки, по воле Божией, вот наш город Самару, пребывает частица мощей Блаженной Матроны в храм Казанской иконы Божьей Матери. 8 марта, в день ее памяти. С 8 марта по 29 марта будет находиться в нашем храме Казанская иконы Божьей Матери по адресу улицы Коммунистическая, дом 1. С 29 марта по 5 апреля мощи будет находиться на другом конце города, в храме святителя Спиридона Тармифунского около МТЛ-арены. Вот поэтому приглашаем всех прийти к нашему другу Блаженной Матроне, помолиться. И вот ей молятся как раз женщины, в основном о семейных нужных, о своих личных, женских каких-то вопросах. Спасибо, дорогой батюшка, за ваши ответы. С вами мы, дорогие друзья, прощаемся. И в конце нашей передачи я все-таки резюмирую. Хочу напомнить о том, что именно планку святости нам Господь поставил в деле нашего духовного поприща. Поэтому и великим постом мы должны приближаться именно к этому, к этой планке. К планке совершенства в духе, совершенства в любви. Храни вас всех Господь. До свидания.